МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнатенко. Глядите в этом выпуске. 877 славных годов Гомель сегодня святкое день города. Нового керавника представили у Будака Шалевским райвыконками. Займаться развитием района зараз будет Анатолий Гапоник. Шуметь дозволяется. У Гомеля прошла Библия-ночь 2019. Лето покидает Беларусь. В связи с несприяльными умовами на дворья объявлены оранжевые уздровень небезпеки. А зараз об этом иншим больше подробязна. Концертные программы, выставы кветок, с поборництвы осилков и гастрономичный фест. Гомель сегодня означает свой 877 день народжения. Святочные пляцовки наведали наши корреспонденты. Это уже традиция. Перед официальным открытием Дня города делегации городов по братиму и партнеров сустракаются с кераунистом Гомеля. Российский Ростов-на-Доня, Воронеж и Ульяновск, украинский Чернигов, сербский Новый сад, шотландский Абердин. С каждым из этих городов шматгадовые трывалы и совязи. Прошим не только экономичные. Культурная интеграция и суместная адекватная деянность – это так само важно. Сотрудничество длится уже на протяжении 30 лет. И за эти годы было сделано так много в разных сферах. Это сотрудничество, началось все сотрудничество между госпиталем Абердина и Гомеля. И дальше продвинулись сотрудничества между университетами двух городов и также обмен учащимися и обыскавцы приезжают сюда по обмену Гомеля. Вырос об тем, что Гомель постоянно развивается, мая под собой конкретную подставу. Коли в 1870-м годе населенство города складало коля 15 тысяч жахароу, а у 1940-м – 140, то зараз свыше 500. Все у него это тяжко поверить, але природный газ пришел сюда только на початку 60-х годов минулого стагодзя. Прикладно в тысячи часы гомельчане увидели и первый троллейбус. Зараз Гомель – один из лучших городов Беларуси. Прошим, гэтый титул и он неодноразово подтверждал официйно. Гомель все последние годы, может быть, даже и десятилетия являются одним из лидеров в вопросах благоустройства. Это отмечено и правительством, на уровне правительства. Ведь уже в этом году мы четвертый раз стали за последние семь лет победителями республиканского конкурса. А можно вспомнить еще и другие, не менее громкие наши достижения, как дважды занесение на республиканскую доску почета по итогам соревнований республиканского на социально-экономическое развитие. Открытие дня города все лета проходить на набережной Ракисош. Починается оно с приемного подарунка. Старшиня обл. Ваканкама Геннадь Соловей урушает керавництву городского выканавчого комитета сертификат на 2 млн. 750 тыс. рублев. На кераванной гэты сродки будуть на будовництво поликлиники у 17-й микрорайоне и умоцевание материально-технічной базы городских установ аховы здоровья. И в працях свята музычный театрализованный пролог с уделом омаль двух тысяч гемельшан. Бауси без выключения номерах тема малой родимы. Гомель – это мы. И только мы можем упрыгожить его яркими фарбами. Это основный литмотив грандиозного шоу. Еще одно мероприемство, которое проходит на набережной Ракисош, выстава подворка у всех районов Гомеля. Основная тематика – кветки. Фантазию аутеров никто не обмежовывал, а тому до справы подошли творче. Выкористали не только практически усе рослины, які вырушиваются у Гомеля, але и навод экзотичную для наших местин пальму. Началось все это с того момента, когда пришлось вырезать пальму, которая выросла у нас в оранжереи. У нас много есть костюмов из природных материалов, из цветов. Когда мы срезали пальму, из этого волокна мы сделали первое платье. Потому что снимается чулок, одеваешь на руку – уже рукав. Одеваешь на голову – уже шапка. Практично все парки и скверы Гомеля в этот день стали концертными и выставочными плясоками. Тут и выробы рамесников, и продукция с подворков. Уключающие, еще совсем недавно экзотичный для наших палетков виноград. Зараз на Гомельшине вырушивается больше, как 70 гатунков, причем навод в этом, не самым спрыльным для винограда годе, урожаи отрымливаются вельми недренными. Поспробовать сонечную ягоду мог кожный. Достатково было просто наведать выставу у скверы Громыки. Я предпочитаю разнообразие, потому что каждый сорт имеет свой срок созревания и вкусовые качества. Один сорт начинает в августе, другой – в середине августа, а третий ем в сентябре. Я не останавливаюсь на одном сорте. Тут же у скверы разгорнулся и инклюзивный квартал. Головная мета – рассказать о проводимой работе по формированию у громадства становчего имиджу людей за межаванными физичными махчимостями. Три годы тому Беларусь долучилася до Международной конвенции о правах инвалидов. За минулый час сроблено немало, а лея еще далеко не все. Размову – першую шаргу об створении безбарьерного осяродзя. Мы имеем в виду не только доступность, это как безбарьерная среда, это доступность и права на труд, на отдых, на лечение, на оздоровление, на образование, ну, на все сферы жизни. И поэтому тут нужно много усилий со всех сторон и участие всех заинтересованных сторон в этом процессе. Площа Ленина у гэты день стала пляцовкой БРСМ. Одно самых текавых мероприемствов – конкурс «Самый мостный гамельшанин». По судностях, это проводимая по международных стандартах с поборницей осилков. В перонести камень вагой 190 килограммов, кантовать шину у 300 килограммов, а еще так званая фермерская прогулка. Это, калий необходно перонести специальный 280 килограммовый снарад. Принять у делу конкурсе с усяго гамеля разыкнули только шесть смельчаков. Первый раз было, не выиграл. Поэтому год подготовился, попробуем здесь. Просто в этом году большие веса добавили, очень огромные, в отличие от тех. На пляцу закаля лядового палаца «Мясмолфест». Такое мероприемство в Беларуси проводится в першиню. Фудкорты, детячие гульнявые пляцовки, дегустации и майстер-классы. Профессионалы вучать усяму, как правильно приготовить мясо, сварить суп и сделать хот-дог. Здавалось бы, совсем нескладанная страва, а у шматка не отримливается. Шеф-повар жлобинского мясокомбината Рыгор Матусевич сокрета умеутойвая. Самое сложное в ней выбрать качественный продукт. Многие попадаются на некачественные сосиски, на некачественные булочки. Главное подобрать вкусные сосиски. Если сосиска будет не сочная, то сходок не получится. Святочная программа Дня Гомеля 2019 протягнется до позднего вечера. Организаторы переконаны, цикаво будет усим. Уногие плясовки, все лета просвечены году Малой Радзимы и оформлены в национальном стиле. Это повинно еще раз подтвердить. Нам есть, чем гонориться, минулым и сучасным, и верить. У беларусов доброе будущее. Олег Сенчурова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня отбылася позачерговая сессия Будокошалевского районного совета депутатов. На парадку дня затверджение на посаду старшинира и выконкам Анатолия Гапонника. Подробностей в наступном сюжете. Примаючи кадровые решения, 12 вересня президент Беларуси Александр Лукашенко звернул увагу на важность омоложения кадров и притягнение на отказные посады перспективных керавников. Анатолий Гапонник, назначение какого старшиню Будокошалевского района узгаднил керавник державы как раз с этого разрада. 37-го уроджения с Гродинского района мая в опыт работы у аграрных секторов и у сферы керавания. Працовную деятельность починал уголовным зоотехникам у господарцы Ельского района в 2009 годе был назначен наместником старшини мясцового района Канкама начальником управления сельской господарки и харчеванья. В 2016 годе Анатолий Гапонник узначали у Лельчицкой районы Канкам. С его приходом на посаду керавника Будокошалевского района связывают с надеей на больше активное развитие района. На сегодняшний день мы видим, что Будокошалевскому району нужны новые кадры, для того могли управлять. Я вижу в лице Гапонника Анатолия Генневича такую кандидатуру, который сможет направить все свои усилия и свое сознание на поднятие имиджа экономического развития Будокошалевского района. Особу нового керавника района депутаты райсовета подтримали одиноголосно. Сам Анатолий Гапонник разумеет, что задачи, которые стоят перед ним, довольно серьезные. И первое выпробование уборочная кампания. Ее треба завершить на высоком узроуне. Проходя согласование у главы государства были обозначены основные направления деятельности. Конечно, это достойно завершить уборочную кампанию, провести на достойном уровне заготовку кормов. Ну и, конечно, это предстоящая избирательная кампания. Плюс основная задача, которая поставлена, это заработная плата людей, это достойная жизнь наших людей, конечно, забота о людях. Подчас уручения посвящения старшинира и выконкам Агинать Соловей пожадал Анатолию Гапоннику вывести район улик лидеров у Гомельской области. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокампания Гомельс, Будо Кошалева. Назирать за детьми, которые народились, ранее чем треба. У Гомеля плануют открыть кабинет Катамнеза. Тут будут оказывать медицинскую допомогу хлопчикам и девчонкам, которые появились на свет с низкой и экстремальной низкой массой тела. А так само тем, кто находился в критичном стане в раннем неонатальном переде. А в том, насколько необходимы системе охоты здоровья областного центра таки кабинет доведалася Марина Джалая. Кабинеты Катамнеза есть только в Минске и Могилеве. В Гомелях плануют открыть в ближайший год-два. Основная задача сделать одну базу даденых, где для специалистов станет доступна вся информация об недоношенных детях. В кабинете будет работать всего один педиатр, где его с любыми медицинскими проблемами и пытаниями смогут звертаться батьки с детьми до 18-ти годом. Мытые работы кабинета Катамнеза станет профилактика хроничных захворываний, связанных с природженной и перинатальной патологией. Тут же будут диагностоваться эти порушения и выращаться проблемы, которые перешкоджают нормальному росту и развитию детей. Недоношенные дети, они несколько отличаются от доношенных, от других детей, поэтому они требуют более тщательного наблюдения в дальнейшем после выписки старых этапов выхаживания и они систематизации данных об этих всех детей. С этой целью открываются кабинеты Катамнеза. Разом с Вольгой Крэш мы отправляемся в новую гуту. Тут побачь с домом нас устракает маленькая Полина. Девчонка любит малювать, тому подарунок великий набор для творчества, а в якости удячности пешчотные обдымки. Девчонка ведет гостей в квартиру и тут же демонстрирует выники своих шматликих досягнений и таллинтов. Малюнки, дипломы, медалей. Шикарно, мне больше всего она и понравилась. Можно, да? Все, это будет моя. И подписана Полина. Шесть годов тому Полина заявилась на свет у Гомельской городской клинической больницы номер три. Важила девчонка усяго килограмм 270 граммов. После родов и молодая мать, и дочка трапили в реанимацию. Дитя было долго чеканным. Батьками парамары ластать пять годов. И вось, когда нареште цуд сдарился, все пошло не по плане. Полтора месяца довелось провести в больнице, пока выходили и подрастили малышку. Потом заявились новые проблемы со здоровьем. Выращать их пришлось целых три годы. Нареште все засталось уминулым. Но узгадывать об тем, что довелось пройти, о Лене, Полиной маме и зараз непросто. Когда я в реанимацию пришла в себя, спросила у врачей, где мой ребенок, мне сказали, что она находится в реанимации, тоже в детской, в тяжелом состоянии. Я спросила, будет ли она жить, мне ответили, что никто не знает об этом. Знает один Бог. Когда я первый раз увидела, я потеряла сознание. Врачи меня приводили в чувство и сказали, что больше к ней не пустят. Потом мы познакомились с Ольгой Зиноновной, и она мне каждый день говорила, рассказывала про нее, что она сегодня съела три капельки питания, потом семь капелек, потом десять. По вторых годах тому семью, якой, сдавалась все дрейное, засталось и в минулом, нападкало не счастье. Раптоно помер тата девчонки. Алина попросила дачку проспевать песню про батьку. Але Полина разгубилась, бо вельми сумуя по им. Выконала для нас иншую песню. Ведь теперь наш мир совсем другой. В этом мире я немножечко добрей. Дай мне руку, мы с тобой уличим скорей. Кожный год в Гомельской области народжается каля тысячи недоношенных детей. Это каля 4% от усих новонародженных. Недоношенными лечиться немовлята, которые заявились на свет на термине тяжеленности от 22 до 37 дней. Летость, например, самым маленьким пациентом Гомельской городской клинической больницы номер 3 был хлопчик с вагой 430 граммов. Сюлита 840-граммовая девчинка. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель». До речи, у понеделок 16 вересня загадчика деления для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3 Вольга Крэч завитает в студию программы «Деалог». Я наведу в эфир на телеканале «Беларусь 4» в 19 годин 20 хвилин. Номер телефона в студии 34 20 43 номер «Вайбера» 340 043 3 Варажба на картах Таро размовы с психологом, майстры-класс по графологии, а так само танцы, спевые квесты. Минулой ночью у библиотеки областного центра значно поширили звычайный спектр послуг. У пятницу 13-е на города пустилася «Библия ноч». Однако на суперок жанру было совсем не страшно. Худшей, гучно, весело и цикаво. У эпицентры массовой культурной бессонницы опынулася Евгения Кухаронак. Акцию по трымку читания «Библия ноч» проходить в Гомеле что год. По традиции ее организуют на переданной святковании Дня города и Дня библиотек. В рамках читальницкого ночного форума режим працы библиотек кардинально меняется. Для наведвельников и гостей дверы отчиняются только в вечеры и свято протягиваются до ночи. Наши все акции в поддержку чтения вот такие как «Библия ноч» они прежде всего направлены на то чтобы наши горожане те еще кто не знает и не протоптал путь в библиотеку но хотя бы вот таким нестандартным взглядом увидели ее и в общем-то стали постоянными посетителями. Ну вот не каждый день наверное в библиотеке да и собственно в любом учреждении известный психолог беседует с вами по поводу того ну что ж все-таки такие внутренние страхи и как их преодолеть. Интерактивные пляцовки на каждом поверсе тут и квест и викторы и складанные задачки а для перемоги необходимо всего одно начитанность как показала питание Сярод Гамельчан шмат аматоров и литературной классики и книжных новинок. Я сейчас читаю книгу Стивена Кинга из художественной последний раз что я читала был Александр Поляр «Намятная сказка». Не всегда получается сейчас нету времени сейчас в основном считаешь что-то со школы то есть седьмой класс что проходит и второй класс. У Библия Ноч уголовной библиотесы в области имя Ленина автоматично отменяется правило заховывать тишиню. У дельнику свят очакаются бальные танцы выступления музычных гуртов и азартные гульни с оправдой не один день года нельзя знать таких пропанов. Особная программа для юных гостей библиотеки. Мы хотим чтобы залы библиотеки были наполнены мы хотим чтобы к нам приходила молодежь дети которые станут в последующем нашими читателями мы очень хотим чтобы люди помнили что читающие люди это успешные люди. Проверить себе и свои веды показать эрудированность и научиться новому. И все это у стенах библиотек когда на годинниках наближается час для отпочинку. Акция безумовно знайшла гэтой ночью своих прихильников. Аматорам почитать перед сном было не до того. Агни у окнах библиотек погасли ближе до полночи. Культурная бясонница никакой шкоды не несет. Только радость. Евгений Кухаронак Евгений Макинка телерадоя компания Гомель. С китайским акцентом у Гомеля выступил ансамбль народной музыки театра песни и танца у провинции Шэньси. Концерт с аншлагом прошел у детячей музычной школе мастатства у номера один имя Петра Чайковского. Выступление наведала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Коллектив выполнил этническую музыку провинции Шэньси. Ансамбль унес великий уклад у ее культурное развитие, заслужив признание Украине и за мяжой. Артисты шмот годов створали систему музычной школы Чаняня, а творы, выполненные коллективом, стали сучасной классикой, возник которой их назвы. Фантазии великого Шаукового шляху, струнные оды, черный звоночек на заходних землях. Сародопошних проектов серые життёвых досягнений удеячив мастатства Шэньси. Мы надеемся, что это мероприятие позволит белорусам больше узнать о провинции Шэньси. Мы очень рады, что принимаем участие в этом мероприятии. До початка концерта у холи музычной школы працевали интерактивные опляцовки. Гости могли ближе познайомиться с театром тенев и мастатством Рыгами. Жихары поднебесной пропоновали попробовать горбаты подчас чайной церемонии. Жадающие могли так само поучиться писать по правилам китайской каллиграфии и нанести грым. Самое интересное, как по мне, это рисунки на рисовых пергаментах. Я даже получила один. Очень мне понравилось из глины, потому что очень интересно. Потом на первом этаже там есть специи, приятные запахи. Больше всего мне понравились аромопалочки, которые на первом этаже очень вкусно пахнут. Ну и в принципе это очень интересно. Мероприемство организовано при допомозе китайского посольства и китайского культурного центра. Каждый месяц его представники приезжают с творшей программой в один из областных центров Украины. Для Гомеля это первый опыт такого супрацовництва. Проект долготерминовый. Его мета познайомить беларусов с самыми лепшими узорами китайской культуры. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». В связи с моцным ветром на сегодня и завтра у Беларуси обвешено штормовое попереджение. После паса правдному летнего надворья по четку вересня пришло похолодание. На территорию нашей краины начали поступать поветренные массы со Скандинавии. В особенных районах чекается узмацнение ветру порывами до 15-18 метров за секунду. В ближайшие сутки температура поветра складе 10-12 градусов в ночи и 15-17 в день. Ветрное надворье заховается и у понеделок 16 вересня. У гэты день худкость порыва у ветру может досягать 20 метров за секунду. По прогнозах гидромедцентра на наступным тыдне у Беларусь придется правдная восень. Чекаются дожды, а температура поветра у день опустится до 12-14 градусов. Гэты, а так сама иншая новин вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен и дякую за увагу и до новых сустреч у эфиры. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова